Сейчас черепахи занимают не самое важное место в экосистемах мирового океана. Но много миллионов лет назад их предки оспаривали звание главных морских хищников у крупнейших рыб и рептилий эпохи динозавров. В нашем сегодняшнем выпуске речь пойдет о гигантской черепахе — Архелоне. Мы расскажем об истории ее открытия, отличиях от современных черепах, причинах гигантизма и версиях вымирания. Подписывайтесь на канал Эпоха Динозавров. Это простое действие позволит вам быть в курсе выхода новых роликов о жизни древних и современных животных. Также наши зрители могут помочь в развитии и продвижении канала, оставляя комментарии и отмечая лайками понравившееся видео. Архелон был крупнейшей черепахой в истории нашей планеты. Эти гиганты населяли моря и океаны мелового периода примерно с 75 миллионов лет назад и до самого окончания эпохи динозавров. По оценкам ученых, их длина могла превышать 4,5 метра, а максимальная масса составляла около 2,2 тонны. Размах передних ластов Архелона достигал 5 метров. Самые крупные из современных морских черепах по размерам уступают своим гигантским предкам более чем в два раза, а весят в три раза меньше. Сухопутные виды современных черепах обладают еще более скромными габаритами. Все скелеты, достоверно принадлежащие Архелону, найдены в позднемеловых отложениях штатов Южная Дакота и Вайоминг в США. Ученые считают, что в этой местности во времена динозавров располагалось теплое внутреннее море, и черепахи приплывали сюда для того, чтобы отложить яйца. Первооткрывателем этих гигантских черепах является палеонтолог Джордж Вейлом. В 1895 году он обнаружил хорошо сохранившийся скелет без головы. А еще через год описал новый вид ископаемых черепах. Данное им название означает «первая черепаха». Хорошую сохранность найденных останков ученые объясняют умением черепах закапываться в выл и впадать в своеобразную спячку. Еще у типового скелета, обнаруженного Вейландом, отсутствовал один из задних ласт. Исследователи предполагают, что черепаха потеряла конечность в схватке с мозазавром или другим крупным хищником. Архелоны относятся к вымершему семейству кожистых черепах. И их панцирь, как и у современных родственников, представляет собой кожаную броню, усеянную мелкими окостеневшими бугорками. Проведенные в 2017 году исследования показали, что такая структура панциря позволяла компенсировать давление воды при погружении на большую глубину. Архелоны были способны нырять на расстояние до 600 метров от поверхности. Именно там обитали не менее гигантские медузы со щупальцами длиной до 10 метров. Окаменевшие останки такой медузы были обнаружены в желудке одной из изучаемых гигантских черепах в 2020 году. Основными движителями для Архелона служили передние ласты. Как и современные морские черепахи, они практически парили в толще воды. Благодаря своему гигантизму Архелон занимал экологическую нишу между китовой акулой и крупными морскими рептилиями. Большие размеры позволяли ему не опасаться большинства хищников. Кроме того, будучи самой крупной черепахой, Архелон с легкостью выигрывал в конкурентной борьбе со своими родственниками. Сейчас морские экосистемы имеют другую структуру, и более мелкие, по сравнению с Архелоном, кожистые черепахи не выдерживают конкуренции с хищными рыбами и морскими млекопитающими. Кожистый панцирь Архелона вряд ли был надежной защитой от зубов мозазавров и других крупных морских ящеров. Но он делал черепаху более подвижной и быстрой. Кроме того, более легкая броня обеспечивала черепахе нейтральную плавучесть. Это позволяло ей глубже нырять и лучше плавать. Современные черепахи в ходе эволюции не выработали подобного механизма. Возможно, он им не нужен из-за более мелких размеров. Еще одной особенностью строения тела Архелона был мощный изогнутый клюв. Внешне он напоминал клювы современных хищных птиц. Ученые до сих пор не определились, могли ли эти древние гигантские черепахи быть активными охотниками и конкурировать, например, с акулами, такими как критоксирина. Но вот раскусывать при помощи такого клюва панцири аммонитов и ракообразных они вполне были способны. Есть мнение, что Архелоны могли охотиться на рыбу и моллюсков из засады. Они поджидали добычу, скрываясь в зарослях подводных растений. При приближении потенциальной жертвы черепаха делала рывок, перекусывая добычу при помощи клюва. Но большие размеры могли стать для Архелонов причиной многих проблем и даже повлиять на их выживаемость. В 2002 году группа исследователей под руководством Джеймса Пархэма обнаружила окаменелую кладку огромных черепашьих яиц. С большой вероятностью они принадлежали именно Архелону. Каждое яйцо было примерно в два раза крупнее яиц в современных кожистых черепах. Для того, чтобы отложить эти яйца, самке потребовалось отползти на достаточное расстояние от воды. При ее габаритах путь по песчаному пляжу мог занять несколько суток. В это время животное было абсолютно беззащитным. На него могли напасть как крупные сухопутные хищники, так и крокодиломорфы вроде декозавров. Эти полностью морские архозавры могли вырастать до 4-5 метров в длину, а их зубы не уступали по размеру зубам тираннозавра. Они представляли серьезную угрозу для выбравшихся на мелководье и сушу гигантских черепах. В обнаруженной кладке ученые нашли 83 яйца. Впоследствии из них вылупились бы черепашки размером примерно с суповую тарелку. Им предстоял нелегкий путь до кромки воды. Во время этого рывка они могли стать легкой добычей мелких и средних хищников. Затем малыши должны были проплыть не одну сотню километров до безопасных для них мест. Скорее всего, процент архелонов, доживавших до зрелого возраста, был крайне мал. Архелон был не единственной гигантской черепахой того времени. Второе место по размерам среди черепах занимает протастега. Эта черепаха также обитала на нашей планете в меловом периоде. В среднем она вырастала до 2-2,5 метров, но наиболее крупные экземпляры имели длину более 3 метров. Клюв протастеги был менее выражен, чем у архелона. Останки этой черепахи найдены не только на территории Северной Америки. Их обнаружили в Англии, Восточной Азии и Северной Африке. Открыто и описано протастега была почти на 20 лет раньше, чем архелон. А вот более мелкая, но все равно гигантская, по сравнению с современными видами, пресноводная черепаха Карбонемис смогла пережить своих гигантских родственников. Ее останки обнаружили в угольной шахте на территории Колумбии, за что она и получила свое имя, которое переводится как «угольная черепаха». Она обитала в Южной Америке 60 миллионов лет назад и была плотоядной. В этом ключе интересны ее взаимоотношения с самой большой в истории планеты змеей – Титана Боа. Ведь длина тела Карбонемиса составляла больше 170 сантиметров. И эта черепаха вряд ли была легкой добычей для хищников. Считается, что вымирание архелонов началось задолго до падения астероида, положившего начало исчезновению динозавров. Примерно за 2 миллиона лет до этого события численность этих гигантов сократилась примерно на 40%. В 2021 году группа ученых провела анализ раковин и планктона конца мелового периода. В их составе обнаружилось повышенное содержание токсинов. Возможно, изменения в составе водорослей и планктона привели к гибели основной пищи архелонов. Несмотря на огромные размеры, рацион этих черепах не отличался большим разнообразием. А упавший в будущем Мексиканском заливе метеорит только ускорил процесс исчезновения этих уникальных животных. Современным морским черепахам пока не грозит полное исчезновение, и никакой астероид в данный момент не собирается падать на Землю. Но они также, как их далекие предки, становятся жертвами своих гастрономических привычек, и основным виновником сокращения их численности является человек. В 2018 году ученые вскрыли мертвую черепаху, найденную у берегов Таиланда. Из ее желудка было извлечено 12 килограммов пластика. Эта масса эквивалентна 1200 пластиковым мусорным пакетам. Морские черепахи съедают плавающие в воде пластиковые предметы, принимая их за свою привычную пищу. Если люди не попытаются принять меры по их спасению, современные черепахи могут повторить судьбу своего гигантского предка. В завершение выпуска мы, как всегда, благодарим зрителей, досмотревших его до самого конца. Если вы хотите больше узнать об эволюции других животных эпохи динозавров или других исторических периодов, советуем обратить внимание на другие ролики, размещенные на нашем канале. Также в них рассказывается о происхождении человека, проблемах современного общества и вероятных сценариях будущего нашей планеты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!